5 января 2022 года. Прошлый год я закончил над тем, что переносил вещи в свою построенную кладовую комнату. Послушатель, ты у нас будешь первым, кто переезжает жить в кладовку. Прекрасно закончил прошлый год. И в этом году я решил каждый год последующий снимать вот такие вот видео, рассказывать о том, как прошел год. И значит, после того, как в прошлом году засунул все вещи в свою кладовку, наступили морозы, на улице уже было делать нечего. Я решил изменить освещение в доме. Где-то месяц это все у меня заняло. Провода, придумание, как будет свет работать и с чего у меня будет сделан. Соединяю патроны к проводке с декоративной оплеткой. Вот так выглядит максимальное освещение в моем доме. Вот так я обычно время провожу. Ну, то есть 90% времени свет в доме вот такого типа. Но иногда я включаю вот такой свет. Вот такой приглушенный, красивый. Кстати, все видосы, как я все это делал, о чем я сейчас буду рассказывать, есть на канале. И вы можете все это подробно посмотреть. Погода у нас сейчас, кстати, ровно такая же, как и прошлые несколько лет. Но Новый год у нас нету снега. Я могу переколоть все свои дрова, которые я не успел поколоть до Нового года. Ну, а в прошедший год, когда закончились морозы и растаял снег, я приступил к строительству своего дровняка. В прошедший год. 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 Дровник по итогу получился шикарнейший. У него земляная крыша, вот такой есть навес удобный, где у меня велик стоит, какие-то вот ведра, тачку, чтобы дождем не мочило. Тут куча дров на зиму и в дровнике есть замечательная кладовка, где у меня ведра, инструменты хранятся. На строительство дровника у меня примерно ушло около двух-трех месяцев. И после того, когда температура воздуха очень хорошо прогрелась, это как раз в то время, когда я закончил свой дровник, мы решили в доме Сергея заменить полностью штукатурку. Там была глиняная штукатурка, покрытая специальной фасадной краской. Пришлось счесать всю краску и нанести известковую штукатурку с добавлением пигмента. Сейчас дом ничем не покрашен, это просто вот известковая штукатурка с пигментом. До сих пор она держится превосходно. Будем следить за тем, как она себя будет вести в дальнейшем. Напомню тем, кто здесь впервые, что дом построен из глины и дров. И дома, построенные из глины, нужно покрывать известковыми штукатурками. Именно известковыми, не цементными, не гипсовыми, не какими-либо еще. Именно известковая штукатурка отвечает требованиям высокой паропроницаемости, как, собственно, сама и глина или глиняная штукатурка. И тем самым пар из дома очень легко проходит через эту штукатурку, не задерживаясь. И в то же время эта штукатурка не размывается водой. Летом 2021 года мы еще планировали сходить в горный поход. А именно взобраться на первую вершину Кавказского хребта с запада, на которой имеется ледник. Вершина называется Фишт. Именно после того, когда мы побывали в этих местах, но не взобрались на эту вершину, мы купили участки вот в деревне Мирное, где вот сейчас я нахожусь. И нам, знаете, был как будто такой незакрытый гешталь, что мы побывали в тех местах, но не забрались на саму вершину. Перед тем, как поехать в поход, еще было время, и я занялся переделыванием своей веранды. Разберу этот стол, разберу мой комод, в котором зимуют мыши часто. Он здесь уродский, никуда не годится, там ничего не схоронишь, потому что мыши там тусят. И от этого комода нужно избавиться вообще. А сюда здесь будет лавочка такая угловая. Оп-оп-оп. Я переделал свою веранду, и мы отправились в поход. Плейлист с горного похода будет в описании под этим видео, как и, в принципе, все видосы. О строительстве чего я сейчас рассказываю. Когда вернулись с похода, то приступили к строительству вот этого самого дровняка. Это дровник Сергея. Он сделан примерно по такому же принципу, как и мой дровник, с кладовкой. Но он увеличенного объема. Поскольку дома Сергея больше и требует больше дров для отопления. Видоса о строительстве этого дровняка еще нету. Поскольку он чуть-чуть не достроен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно видеть, что дровник построен по такой же технологии, как и сам дом, из дров и глины. Он еще нуждается в штукатурке, наступили морозы, и мы просто не успели его достроить. В дровнике уже залит пол, осталась лишь одна отделка и различных полок поделать. Сергей тоже уже сюда провел электричество, розетки. В целом уже конструкция, можно сказать, готова. В процессе строительства дровника Сергея мы отвлеклись и нанесли на мой саманный дом тоже известковую штукатурку. Также с желтым пигментом. На этом год закончился. Были еще такие мелочи, как посадки. Вот у меня здесь виноград утеплен опилками на зиму. Случилось такое немаловажное событие, как поставил вот такой столб для интернета. Благодаря вот этому столбу и этой антенне я могу общаться со всеми вами. А то у меня до этого была здесь каракатица, палка какая-то, ветка торчала, которая вся покошенная была. И требовалась срочная замена и установки чего-то фундаментального. Сейчас заодно покажу, как у меня здесь антенна сделана. Ну все, это мой предел. У меня 4 мегабита ограничения. Сейчас давай на отдачу посмотрю. И еще я занялся небольшой огороднической деятельностью. Можете видеть здесь такая конструкция. Это спонбонд в два слоя черного цвета. Под спонбондом сено, трава, уложенная на целину. И придавленная вот кирпичами там. Надеюсь, за зиму это все сможет усестись, немножечко подгнить. И в теории я ожидаю, что пырей и всякие семена поедятся муравьями, жуками. Короче, что-то случится, что мне не придется пахать и перемалывать, перепахивать. Что там еще делать? Перепалывать целину, чтобы сделать огород. Да, котики? Котики, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Помурлыкай. Скажи что-нибудь зрителям. До наступления морозов я занялся строительством, отделкой своей последней комнаты в доме. Для чего она еще будет предназначена, пока не ясно. Я ее сделаю таким образом, чтобы ее можно было организовать под какое угодно помещение. В данный момент там уже залит пол, и я занимаюсь штукатуркой потолка. Вот такие, собственно, пироги у меня произошли за прошедший 2021 год. Передаю самому себе привет. Может, в лет 60 возьму, сяду и пересмотрю этот плейлист с итогами каждого года. Интересно будет понаблюдать за самим собой, чем я занимался всю свою жизнь. Ну, собственно, всем пока. Увидимся в следующих видосах. Котики, жрать вам принести что-нибудь? Принести жрать. Жрать как хотим все. Котики, котики, котики. Жрачка, жрачка. Это не мои коты. Это деревенские коты. Здесь они живут то одного, то второго. Тут они жили у деда, который уехал из этой деревни. Так что остались вот на подкорм жителям, кто здесь живет.